Всем привет! С вами Нинель. Как у вас дела? Спасибо, что заглянули на мой канал, смотрите это видео. Сегодня я хочу продолжить свою рубрику «Слизала», но это будет необычная слизовая, необычная слизовая рецепты у девчонок-блогеров. Кстати, благодаря Татьяне и Елене, канал 43+, я с многими девочками-блогерами познакомилась. Танечка, спасибо тебе большое. Открыла для меня много новых интересных каналов. Я принимала участие в некоторых Таниных проектах. Тоже за это ей большое спасибо. Благодаря этим проектам я приобрела и много новых подписчиков. Спасибо, Танечка, спасибо вам, мои дорогие подписчики. Хочу слезать у Тани песню. Вот такое необычное видео будет. Эту песню она, как она рассказала, написала где-то лет 20 назад и практически ее уже забыла. Но недавно у Танюшки был юбилей. Она его отмечала в Питере, в кругу друзей. И одна из ее подруг исполнила эту песню. Таня говорит, я так была приятно удивлена, шокирована. Я уже ее как бы и подзабыла, эту песню. Это песенка, как бы жизненные наблюдения, жизненная зарисовка из жизни Танечкиных подруг. Это не часто писала песни, прослушав рассказы веселые и грустные своих подружек. Это такая песенка с сынкой семейной жизни. Мне подружки какое-то что-то рассказали. И я вот таким вот образом зарифмовала немножечко. Да, все-таки стихи это не предвзято. Так сказать, смотрите на это. Потому что стихами это не назовешь. Это просто жизненная зарисовочка такая. Зарифмованная чуть-чуть. Называется она или про футбол, или еще раз о футболе. Представьте себе такую картину муж с женой. А как у нас, как правило, очень много мужчин любят болеть за футбол. И вот когда проигрывает его любимая команда, то тут уже, знаете, срывают свою злость эти мужчины. И на нас, на женщины, на ближайших, на ком, на ближайших. То есть тут же дети под руку попавшиеся, там, жены и так далее. И вот такая вот семейная такая сценка, семейная пара. Когда муж незаслуженно обидел жену. И вот жена, оставшись на кухне, жаря паре в баре, там, все-все убирая, и круша там вокруг, сама с собой как бы вот разговаривает. Итак. Да, пусть я невысокая, не стройная, с веснушками, зато я очень добрая, умею вкусно печь. За что же вы, мой друг, мне просто в душу плюнули? Вы плюнули, не вытерли, пошли футбол смотреть. За что, за что, мой друг, за что мне в душу плюнули? И чем теперь плевок ваш этот из души стереть? Да, мясо пережарила, картошка подгорела. Да, может, слишком поздно накрыла я на стол. А вы-то вы, мой друг, что в это время делали? Сидели на диване, вы смотрели свой футбол. А вы-то вы, мой друг, вы же ни черта не делали. И очень-очень рада я, что вам забили гол. Вы любите высоких, молоденьких, неполных. Вам нравятся модельные с ногами от ушей. А вы-то вы, мой друг, с волос до пяток голый. Ну а молодкам хочется богатеньких мужей. А вы-то вы, мой друг, ведь вы же просто голый. Ну а девчонкам надо же совсем других мужей. Да, вы-то вы, мой друг, себя давно-то видели. Да вам почаще надо бы в зеркало смотреть. А вы-то вы, мой друг, да вы же себя не видели. Хотя, там, если честно уж, и не на что смотреть. Вот так свою обиду я двадцать лет копила. Теперь-то уж я выдам. Теперь мой час пришел. Так что же, милый друг, я снова все простила. Лишь обняли и чмокнули. И чавкая селеба за стол. За что же, милый друг? Да что ж я все простила. Лишь обняли и чмокнули. И прошептали нежно в ушко мне. ГОЛЬ! КАЧТАУН!